Приветствую вас. Я думаю, что очень многое зависит от того, что вы понимаете под «забыть». Очень многое зависит от того, что вы понимаете под тем, чтобы человека забыть. Мне кажется, что вы отдаете себе отчет в том, что выкинуть человека из головы, ну, не такая уж легкая задача. И, если честно, эта задача невыполнима, потому что это пройдет со временем. Со временем вы сможете человека забыть, но так как вы хотите это сделать сейчас, это невозможно. Потому что своей памятью человек не управляет. Даже если воспользоваться, например, гипнозом, даже если вы воспользуетесь гипнозом, все равно вы не сможете убрать те чувства, которые у вас будут иметь место быть. То есть, вы не будете понимать, например, вы не будете понимать, почему, например, вы грустите, вы не будете понимать, почему вы переживаете, вы не будете отдавать себе в этом отчет, вот, но все равно у вас будут негативные чувства, все равно у вас будут негативные эмоции, все равно вы будете чувствовать себя крайне плохо, только не будете понимать, почему. И мне кажется, что в этом контексте многие ваши, например, действия будут просто не иметь никакой силы, не иметь никакого эффекта, вот. Дабы этого не произошло, дабы вы не тратили свои ресурсы, почем зря, мне кажется, что имеет смысл в первую очередь признать и принять тот факт, что забыть человека вы не сможете, но вы сможете поработать с чувствами, которые он, человек, оставил. Вы сможете поработать с теми эмоциями, которые человек у вас вызывает. Вы сможете поработать над тем, что вы чувствуете, вы сможете этот момент для себя поисследовать, вы сможете этот момент для себя как следует изучить, изучить и отдавая уже себе отсчет в том, что вы чувствуете по отношению к товарищу, отдавая себе отсчет в том, что вы ощущаете по отношению к нему, вы сможете для себя сделать определенные выводы и подкорректировать именно свое отношение к себе, свое поведение, сможете подкорректировать тоже и так далее. То есть ресурсов здесь будет предостаточно у вас для этого. Вот. Вот с точки зрения профессиональной психотерапии, это то, что вы реально можете сделать, это то, что реально вам по силам, это то, что реально вы можете совершить, это то, что реально в ваших вот силах, в ваших ресурсах и так далее. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, готовы ли вы это делать, готовы ли вы этим заниматься, готовы ли вы делать что-то для того, чтобы это стало реальным. Вот. Для начала, для начала, я бы попросил вас ответить на вопрос, какие чувства вызывает у вас мужчина. Почему вам хочется его, я имею ввиду мужчину, забыть? То есть почему, откуда эта потребность забыть человека. Совершенно очевидно, что вам это причиняет какую-то боль. Совершенно очевидно, что вам это причиняет определенный негатив, и с этим негативом нужно поработать. Вероятно, у вас имеет место быть зависимость. Ну, в той или иной степени зависимость от человека. В той или иной степени зависимость от мужчины, которому вы, ну, которому вы, по вашему мнению, испытываете чувства. Тут важно понимать, что если вы испытываете к нему, к человеку, например, любовь, если вы любите его, если у вас есть к нему чувства, то любовь никогда боли не причиняет. Конечно, любовь не способна причинить боль. Именно любовь. Именно любовь боли причинить не способна. Но если это не любовь, если это что-то еще помимо любви, что-то кроме любви, то да, в таком случае вы будете чувствовать себя крайне болезненно. Конечно же, вот, и, значит, не любовь, а, например, некая потребность в человеке будет причинять вам дискомфорт, будет вызывать у вас деструктивные эмоции, деструктивные переживания, деструктивные чувства и так далее. Поэтому здесь очень важно для вас, чтобы вы отделили любовь, если она у вас есть к человеку, от чего-то другого. Да, вот, от, скажем, ну, скажем, от какой-нибудь потребности, ну, в нем, да, потребности в человека. Это очень важная текстура. Это очень важный момент. Если вы для себя, вот, разберетесь в том и с тем, что вы чувствуете к, допустим, мужчине, вот, что вы чувствуете к мужчине. Что вы, например, хотите от него, что вам нужно от него, в чем вы нуждаетесь от него и так далее, то вам, опять же, будет легче. То есть важно переключить фокус вашего внимания сейчас с мужчины на вас, на себя. Чтобы вы понимали, чего не хватает именно вам, чтобы вы отдавали себе от счет. В том, чего не хватает именно вам, что именно вам нужно, в чем именно вы нуждаетесь, чего именно вы хотите. Вот это, одна из принципиальных вещей, которую, я надеюсь, смог до вас донести. Я понимаю, что, может быть, вы, а точнее, не может быть, а, скорее всего, вы не знаете того, что человека забыть, условно говоря, нельзя. Я понимаю, что, скорее всего, вы, ну, просто не отдаете себе в этом отчет и не знаете, как работает память, как работает сознание и так далее. И, если честно, если честно, то вы, наверное, и не должны, наверное, вы не должны этого знать, потому что это не ваша задача. Но я прошу вас прислушаться к нам, я прошу вас прислушаться к мнению профессионалов, которые хотят вам в данном случае помочь. И, если вы действительно хотите избавиться от негатива, связанного с человеком, то вам нужно будет провести некую работу над собой для того, чтобы все получилось, для того, чтобы вы приняли, чтобы вы смогли вот принять те чувства в себе, те чувства в себе, которые у вас сейчас есть, чтобы вы не бежали от них, как вы бежите сейчас, а чтобы вы приняли их, чтобы вы научились с ними жить. Я не буду скрывать и говорить, что это легко. Я уверен, что это совсем нелегко. Иначе бы вас, вероятно, не было бы здесь, не было бы с нами, и я уверен в этом. Я уверен в том, что вас не было бы с нами в таком случае. Но это вполне возможно. Это вполне реально. И вы можете это сделать. Другой вопрос. Хотите ли? Другой вопрос. Хочется ли вам этого? Другой вопрос. Готовы ли вы работать? Ведь в этой ситуации, в которой вы оказались, вы не просто так оказались. В этой ситуации, в которой вы оказались, вы оказались потому, что к ней вас привела некая череда опытов. Значит, вследствие чего вы и оказались в этой вот ситуации, в которой вы оказались. И на мой взгляд, на мой взгляд, проанализировав череду своих поступков, проанализировав череду своих действий, вы можете, могли бы, вы могли бы, скорректировать все так, чтобы больше никогда в этой ситуации не оказаться. Вот так вот. А для этого вам, для этого вам необходимо лучше себя понять. Для этого вам необходимо лучше себе возможно разобраться. Понимаете? Какая штука. Вот. Мне кажется, что один из самых главных моментов заключается именно в этом. чтобы вы увидели себя, чтобы вы увидели, какая вы, чтобы вы увидели себя, чтобы вы поняли себя, чтобы вы поисследовали себя, может быть, вместе с психологом, например. Вот. И это вполне, на мой взгляд, ну, это вполне реально, на мой взгляд, сделать. Это вполне возможно, на мой взгляд, сделать. Вот. Вопрос заключается в том, опять же, хотите ли вы этого. Вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Примерно так можно вам ответить с точки зрения профессиональной психотерапии. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Если вам мой ответ понравился, то я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что свой выход вы обязательно найдете. Спасибо. 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 Спасибо.